Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Везда Мяса. Сегодня у нас 11 урок по геометрии. Я разберу тест номер 2 по теме углы треугольников. Первый тест не стал разбирать, так как думаю он слишком легкий. Остальные же тесты вы сами должны решить. Поэтому нужно приобрести учебник Банк вопросов. Итак, приступаем. Первый пример. Угол смежный с углом 145 градусов. То есть 180 минус 145, этот угол равен 35 градусам. Показано, что угол прямой. Тогда эта часть 90 минус 35, 55. И в этом треугольнике есть угол, равный 90. Тогда х равен 90 минус 55, 35. Четвертое задание. Дан угол 24 градуса. Пусть этот угол А. Тогда этот внешний А плюс 24. И раз АЕ равен АД, то и этот угол А плюс 24. И нам нужно найти вот этот угол АЦБ. Если этот угол А в сумме с этим углом дает внешний, равный А плюс 24, то значит и здесь будет 24. Второй пример. ДС равно ВС. Тогда эти углы равны. 180 минус 48 разделить на 2. Получается, 132 делим на 2 по 66 эти углы. А этот смежный, 180 минус 66, 114 будет этот угол. И снова равные стороны. ДА и ДБ. Тогда 180 вычтем, 114. Разделим на 2. Найдем остальные два угла. По 33. 33 плюс 66 – 99. Тогда Х равен 180 минус 99. 81. Развернутый угол. Х, 33 и 66. Развернутый угол равен 180. Итак, пятый пример. Дано, что угол ВАЦ равен 3 углам АВС. Вот он, угол АВС, Х. Тогда ВАЦ равен 3х. И дано, что АЦ равно СД. Тогда углы при основании равно 180 минус 72 разделить на 2. 180 минус 72 – 108. 108 делим на 2. То есть по 54 эти углы. Сотрем 3х. 54. И этот угол 54. Значит, эта часть угла 3х минус 54. Сумма двух внутренних углов равна 54. То есть 4х минус 54 равно 54. 4х равно 108. Х равно 27. Шестое задание. Даны и обозначены равные углы Х и Х. Даны и обозначены равные стороны АВ и АЦ. Тогда если этот угол А, то и этот А. И нам нужно найти угол АЦ, Б. Вот этот угол равен Х плюс А. А, 180 минус 124, 56 – это тоже Х плюс А. Поэтому ответ – Д. Третий пример АЦ без секстриса. Пусть эти углы В и В. АЦ и СД равны тогда и этот угол В. Альф внешний равен 2В, АВ равно АЦ, значит, и этот угол 2В. 5В равно 180, В равно 36, А равно 2В, то есть 2 умножаем на 36 – 72. Седьмое задание. Даны разные стороны АД и ВД. Тогда 180 минус 76, 104 разделим на 2. И эти углы по 52. Этот равный угол тоже 52. И недаром дано, что СА параллельно ВЕ. Ищем букву З. И вот он угол, внутренний накрест лежащий, то есть тоже равный 52. Три угла по 52 – это 156. И Х плюс 156 нам дают развернутый угол 180. Тогда Х равен 180 минус 156 – 24. Десятый пример. Раз этот угол 90 и стороны равны, то эти углы по 45 градусов. 45 и 75 – это углы треугольника БАЦ. 75 плюс 45 – 120. Тогда этот угол 60. Угол поделен пополам, то есть 30 и 30. А этот смежный тоже 90. Тогда угол HDA равен 60. Ответ Е. Одиннадцатый пример. Вот они равные стороны. Пусть этот угол будет Х. Обозначим. Тогда этот внешний будет Х плюс 30. А этот равный ему. Тоже Х плюс 30. А если посмотреть на большой треугольник, то этот угол тоже Х. Получается 3Х плюс 60 равно 180. 3Х равно 120. Х равно 40. А угол ВАЦ – это у нас 40 плюс 30 плюс 30. 100. Ответ D. Восьмое задание. Даны равные стороны. А раз так, то этот угол тоже будет Х. ДЕ параллельно АВ. Ищем букву Z. Недаром она дано. Вот он, угол равный 40. Внутренний накрест лежащий. А раз АВ равно ВД, эти углы равны. 180 минус 40, 140 разделить на 2 по 70. 70 плюс 40 – 110. Значит, этот 180 минус 110 – 70. Треугольники ВДЦ. Угол ВДЦ равен 40 плюс 70 – 110. ВД равен ДЦ. Тогда 180 минус 110 – 70. Делим на 2. 35 и 35. То есть Х равен 35. Девятый пример. Дано равенство трех сторон. Начнем с треугольника ВЦА. Пусть эти углы будут у нас Х и Х. Их сумма равна внешнему углу. Х плюс Х – 2Х. Этот угол тоже 2Х. Хорошо. Далее. Нужно найти угол САД. Давайте назовем этот угол А. Тогда… Тогда 2Х плюс 2Х плюс А равно 180. То есть 4Х плюс А равно 180. Хорошо. Х и А и 126 – это развернутый угол. То есть Х плюс А равно 180 минус 126. 54. Запишем еще одно равенство. И вычту теперь из первого второе. А у нас уйдут. Останется 3Х равно 126. Тогда Х равен 42. То есть этот угол у нас равен 42. Тогда А равно 12. 12 плюс 42 дадут нам 54. Пример 12. Даны равные стороны, дан прямой угол. И очень похоже, что Х – это угол между высотой и бисектрисы. Решаем. С чего начнем? Пусть эти углы будут А и А обозначены. Тогда этот 2А внешний. И этот равен ему тоже 2А. Х равно 2А минус А разделить на 2. То есть А разделить на 2. А этот смежный угол – 90. Тогда 2А плюс А разделить на 2 равен 90. 5А разделить на 2 равно 90. 5А равен 180. А равно 36. Нам нужно найти Х. То есть 36 разделить на 2. 18. Вот и решили весь тест. Я с вами. Шаг за шагом мы идем к ЙОС. Успехов вам! Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Пишите пожелания. Спрашивайте, что непонятно. Я вам отвечу. До встречи на следующем уроке. Я тоже надеюсь, что вам понравился мой перевод. Если понравился, поддержите лайком. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Объясню. Это все-таки-то. Спасибо. ила субтитру. Яisionsка? . Продолжение следует...